Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы разберем с вами по поводу финансовой помощи на территории Польши во время эпидемии. И если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Давайте начнем сначала с самого простого, конечно же, это умово-обрации. Если вы трудоустроены на умово-обрации и потеряли работу во время эпидемии, то, к сожалению, скажу, что здесь немножко будет сложно, потому что ни один еще закон не предусматривает помощи по поводу умово-обрации, как это было раньше, еще в первом этапе. Если же вы все-таки работаете трудоустроены, имеете актуальный договор на умово-обрации, то не имеете работы, потому что ваша сфера попадает в те сферы, которые сейчас находятся в кризисе. Это отели, рестораны, гастро, горнолыжные курорты. Если же вы попадаете в одну из таких сфер, но у вас есть актуальный договор на работу, то единственное, что вы можете для себя сделать, это взять 100% оплачиваемый отпуск у себя на работе, либо же взять бесплатный отпуск, чтобы сохранить свое место, либо же оформить себе больничный отпуск L4, и будете получать 80% от вашей официальной заработной платы. Если же у вас есть дети, которые находятся дома на учебе, точнее, такой онлайн-учеба, они должны ходить, например, в школу, но в связи с карантином она закрыта, либо же, например, они должны ходить в сад, либо в ясли, но в связи с карантином ваше учреждение закрыто, и у вас на это есть подтверждающий документ, тогда вы можете оформить защиту опекунчи, то есть это опека над ребенком. До 17 января она еще продлена, поэтому вы имеете право за каждым разом ее продлевать, если же еще не продлевали, но при этом трудоустроены были и есть на умове опрации. Если же вы потеряли работу, и ваш ребенок сидит на карантине дома, то, к сожалению, если вы не трудоустроены на умове опрации, то такой защилок в пекунче оформлять не можете. Если же у вас есть умово с лицене, и вы оплачиваете также добровольный защилок хоробовый, то есть это по желанию оплачивается эта складка, такой защилок, то вы также имеете право подать на защилок опекунчи на вашего ребенка, либо же взять больничный с оплатой 80% от вашей официальной заработной платы. Если же вы не под один из этих критерий, не попадаете, но вы работаете на умове с лицене, либо же на умове удела, имеете свою деятельность и имеете актуальный договор, но потеряли работу во время эпидемии в сферах таких, как гастро, отели, гонолыжные курорты, розрывковые, то есть это, например, фитнес, вы учитель хореографии, то в связи с новым законом, законопроектом, который вошел в свою жизнь с 16 декабря 2020 года, можете оформить себе постоевы. Но здесь, конечно же, как всегда, есть но, потому что очень много всего придумано для работодателя, чтобы как-то помочь им, хотя там тоже некоторые есть нюансы. Я оставлю вам номер ПКД тех сфер, которые имеют право подавать на финансовую помощь во время эпидемии. Этот список очень большой. Где искать номер ПКД? У вас из каждого есть освещение, на котором вы работаете. В освещении, там, где ваше название остановиска, есть также внизу название специальности, ПКД, куда оно входит, да, РУЦАЙ ПКД. И если номер ПКД соответствует тому номеру, который я оставлю вам в инфобоксе, тогда вы беспроблемно можете подать на оформление пособия финансового 2080 злотых в течение трех месяцев. Но здесь есть, опять же, но. Если вы такое пособие уже получали ранее, то есть весной, например, и получили его три раза, то, к сожалению, вы такое пособие больше оформить не можете. Если же ранее, весной, вы оформляли такое пособие, но получили только один раз, то вы имеете право оформить еще, дооформлять такое пособие еще два раза. То есть до трех раз максимально вы можете получить 2080 злотых. Конечно же, есть для этого критерии. Во-первых, ваш договор на умове злицения, либо на умове дела, должен быть актуальным и подписан до 1 апреля 2020 года. Также у вас должна, вы должны подлегать только под одну страховую компанию. То есть вы не имеете права подавать на такое пособие, если вы, например, еще работаете на умове операции где-то. Ну и также вы подаете такое заявление, как самостоятельно, так и может вам помочь работодатель. Подать такое заявление вы можете через ЗУС ПУЭ при помощи электронной подписи. Как это сделать, я вам уже показывала в Инстаграме. Вы заходите сначала для того, чтобы зарегистрировать ваш внесок, вы должны зарегистрировать свою электронную подпись для того, чтобы сделать электронную подпись, вы должны иметь ПЭСЭЛ. Если у вас есть ПЭСЭЛ, то заходите на сайт epuap.pl, регистрируйте там свою электронную подпись, подтверждайте ее в одном из учреждений ужин до скорбового, то есть налоговой службы, либо же через банк, вы можете так же сделать, но через банк в основном делают только те люди, у которых есть довод, особисти, либо же через какое-либо учреждение, например, ЗУС. После того, когда вы подтвердите свою электронную подпись, вы заходите на сайт zus.pue. Регистрируйте себя, обязательно записывайте ваш логин и пароль, потому что там есть некоторые нюансы для того, чтобы это оформить. Например, пароль должен состоять, например, из восьми знаков, одна большая буква, одна маленькая, какой-то специальный знак, поэтому, чтобы не запутаться, какой вы придумали для себя логин и пароль, вы должны отдельно на карточке это все записать, чтобы оно у вас было. После этого вы регистрируетесь и на сайте zus.pue. Во-первых, вы имеете право увидеть все, что за вас оплачивает работодатель, за какие месяца, только помните, что оплата, например, за предыдущий месяц идет до 20-го предыдущего, следующего месяца за предыдущий, то есть, например, до 20-го января, работодатель заплатит за декабрь, поэтому иногда вы взнос за декабрь еще не можете увидеть на сайте zus.pue, поэтому не пугайтесь, это не означает, что работодатель за вас не платит налоги, просто еще не то время. Далее, когда вы туда заходите, вы себе находите по левой стороне документы, и визуры там вроде так, если не ошибаюсь, вы выискиваете документ, и название такого документа для того, чтобы оформить постаёвый, я вам оставлю его здесь, можете как вписать такое название, либо же написать постаёвый, либо зашведжение, одно из этих слов, и вам выскочит уже целый список, потом выбираете этот документ, заполняете там все свои данные, и при помощи электронной подписи подтверждаете этот внесык, и он отправляется автоматически в ZUS. Если у вас такой возможности нету, тогда вы скачиваете эти внески, я также вам оставлю ссылку на эти внески, где вы можете скачать на сайте zus.pl, заполняете их вручную, оформляете это в обычной почтой, и заказным письмом отправляете в любое отделение ZUS. Если и такой варианта у вас нету, тогда единственное, что ещё, зарегистрироваться онлайн на визит в ZUS, прийти туда и подать документ лично. Но насколько я знаю, что сейчас работает только два варианта, которых я вам сказала, то есть это либо при помощи электронной вашей подписи, либо же заказным письмом. Если же вы работаете в сфере развлекательной, то есть, например, в театре, вы являетесь дизайнером костюмов, работаете в цирке, вы хореограф, в театральных постановках, то есть, в общем, всё, что связано с таким искусством, то вы имеете право получить единоразовую помощь в размере 2080 злотых, если ваш договор был составлен до 15 декабря, и он является актуальным. Такой внёсок вы можете подавать только с января месяца, с конца января месяца, и вам выплатят в течение 30 дней, если внёски всё будет правильно заполнено. Если же что-то будет в ваших внёсках неправильно заполнено, то вам обязательно либо вышлют письмо ЗУС, либо же наберут вас и скажут, что вам нужно будет ещё донести. Вообще я вам советую так, что если вы работаете в той сфере, которая ходит в список сейчас кризисовых сфер, которые попали в такой кризис, сейчас пик во время эпидемии, и которые находятся у меня в инфобоксе, если вы работаете в такой сфере, то я вам советую просто взять, оформить, если у вас ещё есть актуальный договор, взять, оформить этот внёсок и отправить в ЗУС. Примут, окей, вам начислят эту помощь. Не примут, откажут, причину вам укажут, вы будете спокойны, потому что закон сейчас меняется чуть ли не каждый месяц. Сначала это было до марта месяца, теперь уже до 1 апреля, если договор заключён. На некоторых законах я нашла, что до 30.09. Если у вас заключён договор, то вы также имеете подать заявление на помощь, на финансовую дотацию на умове взлицения. Но помните, единственное, что у вас договор должен быть актуальным. Даже если он у вас закончился, но ваш работодатель ещё вас не уволил, то во время эпидемии, вы сами знаете, что все документы продлены до конца эпидемии плюс 30 дней. На вопрос, когда закончится эпидемия, не знаете ни вы, ни я, ни ещё государство, скорее всего, не знает, когда оно точно закончится. Но если, например, в 2021 году нам скажут, что всё, мы официально выходим из эпидемии, и конец эпидемии официально будет объявлен, например, 30 марта 2021 года, то у вас будет ещё ровно месяц для того, чтобы либо выехать со страны, либо же подать документы на новую карту временного побода, либо найти нового работодателя. То есть это всё будет у вас ещё в течение 30 дней, когда вы сможете переоформить свои документы и поменять какие-то причины либо обстоятельства во время проживания на территории Польши. Если же у вас сейчас, я вам ещё раз повторюсь, закончились документы, и вы были здесь до начала эпидемии, то есть до 14 марта 2020 года, вы находились на территории Польши, на биометрии, либо же на визе, то все ваши документы продлеваются до конца эпидемии плюс 30 дней. Если же вы въехали на основании визы, на любой на основании визы, после 14 марта 2022 года, то ваши документы также продлены до конца эпидемии плюс 30 дней. Но если же вы въехали по биометрии после 14 марта 2020 года, то ваши биометрические дни именно актуальны только 90 дней. Если вы хотите остаться легально после 14 марта на биометрии, то вы должны подать документы на карту временного побода в течение 90 дней вашего легального пребывания, либо же вы должны выехать из страны. Все те люди, которые въехали по биометрическому паспорту после 14.03.2020 года и не подали документы на карту временного побода, то вы являетесь нелегальны на территории Польши во время окончания ваших биометрических дней. И единственное, что вам либо же сейчас уже выезжать со страны, потому что вам это ничего не поможет, даже подача на карту временного побода вам также уже не поможет после 90 дней. Поэтому следите за вашими документами, не дотягивайте все до самого последнего момента. Все документы, если вы не можете зарегистрироваться онлайн, все берите, оформляйте, делайте копии и отправляйте заказным письмом в отделение вашего ужинта по делам иностранцев в вашем городе. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока.